Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Удачное обновление. В Беларуси снижается ставка рефинансирования. Можно снизить платежи по ранее полученным кредитам и овердрафтам. Насколько? Ни айфона, ни денег. Менчанин хотел купить телефон по выгодной цене и лишился 900 рублей. Уважаемые граждане, будьте внимательны при совершении покупок в социальных сетях. Чем опасна предоплата? Машина времени. В Бобруйском районе прошла военно-историческая реконструкция. Погружаешься, как будто в те времена. Как это было? А также тревожная информация, электоральная кампания и анонимный опрос. В стране проведут масштабное социологическое исследование, что интересует ученых. Жизнь без войны. Президент вручил погоны высшему офицерскому составу. Церемония традиционно прошла накануне Дня независимости. В ней приняли участие начальники силовых структур, спецподразделений, а также руководители СМИ, политологи и журналисты. Александр Лукашенко отметил, на военных возложена огромная ответственность за судьбу страны, мир, на родной земле и безопасность граждан. Это ежедневная работа, которая не всегда видна, но требует полной самодачи, колоссальных усилий, а иногда и риска для жизни. Вашей приоритетной задачей, а также всех людей в погонах, является принятие необходимых мер для недопущения эскалации обстановки. Она и так наколена до предела. Спичку бросил, все вспыхнет. Даже взорвется. Это надо довести до всего личного состава ваших подчиненных на местах. И не надо постоянно думать о каких-то там высоких материях. Оставьте это политикам. У вас четкие и понятные задачи. Мы все профессионалы. Каждый в своей сфере этим мы должны и заниматься. Вы прежде всего. Должен сказать, когда события в России происходили, я об этом опять ниже скажу, мной были отданы все распоряжения по проведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых телеграм-каналах не вякнул против. Ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники армии в течение полдня. Все вооруженные силы, вооруженные силы, не только армии, в том числе и милиция, спецподразделения, были проведены в полную боевую готовность. Целая бригада готова была к переброске в Российскую Федерацию при необходимости. Президент расставил точки над «и» в вопросе своего участия в разрешении ситуации в России. Глава государства призывал не спекулировать на субботних событиях и ни из кого не делать героев. В современных условиях их не может быть. Нашу страну и весь регион в очередной раз пытаются взорвать, установить свой порядок, ввести в заблуждение о реальных планах коллективного Запада. Все попытки урегулировать конфликт мирным путем там называют дипломатической имитацией. Однако ее цена – сотни тысяч человеческих жизней, заявил белорусский лидер. Игры на доверие. Житель столицы хотел купить айфон, но остался ни с чем. Внимание мужчины привлек аккаунт магазина по продаже мобильных телефонов в Инстаграм. 100 тысяч подписчиков, регулярные публикации и сторис не вызвали никакого сомнения. Помимо гаджета, здесь обещали и приятные подарки – защитное стекло, адаптер для зарядки и чехол. На покупку парень решился после уточнения условий приобретения и способов доставки. Уважаемые граждане, будьте внимательны при совершении покупок в социальных сетях. Если вы не уверены в подлинности сайтов и надежности продавцов, откажитесь от покупки в интернете. После того, как Менчанин перечислил в качестве предоплаты 900 рублей, представитель магазина заблокировал аккаунт покупателя. Милиция проводит проверку. Минимальный размер, выгодный транзит и брачный договор. Нотариусы проведут бесплатные консультации. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Страна готовится к единому дню голосования. Выбирать парламентариев и депутатов местных советов разных уровней белорусы будут в последнее воскресенье зимы. Дата выпадает на 25 февраля 2024. Польза нововведения очевидна. Это позволит сократить количество избирательных компаний, образованных комиссий. Самое главное – значительно сэкономит силы и средства. Беларусь планирует вдвое увеличить поставки своих грузов через порты России. В прошлом году при помощи морской инфраструктуры страна перевезла 8 миллионов тонн товаров. В первую очередь – калийных удобрений и нефтепродуктов. Сегодня список значительно расширяется. В него входят древесина, продукция, металлургия, автомобили и многое другое. В стране вырастет размер больничного. С 2024 вступят в силу новые нормы, по которым ФСЗН выплачивает деньги. Тот, кто трудился не менее 10 лет и все это время уплачивал взносы, будет получать 100% утраченного заработка с первого дня бюллетеня. У кого стаж меньше – 80. Выплаты будут привязаны к минимальной зарплате. Сейчас это 554 рубля. Нотариусы проведут бесплатные консультации 30 июня. В течение рабочего дня жители и гости смогут получить ответы на вопросы, которые касаются оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости. Полный список учреждений на сайте Белорусской нотариальной палаты. Масштабное социологическое исследование в сфере демографии пройдет в Беларуси с 1 июля по 31 октября. Участие в нем примут около 6 тысяч респондентов. Им предложат заполнить анкету на условиях анонимности. Вопросы будут касаться основных событий, фактов из биографии. Это позволит ученым узнать особенности развития белорусской семьи. Повод присмотреть новое авто. В Беларуси дешевеют кредиты. Это связано со снижением ставки рефинансирования. С начала года величина меняется в шестой раз. С 28 июня 9,5%. В мае потребительские цены уменьшились относительно апреля 2023 на 0,3%. Есть прогнозы, что показатель годового прироста не превысит 5%. Благодаря кредиту на рефинансирование удачное обновление можно снизить платежи по ранее полученным кредитам и овердрафтам. В первую очередь стоит обратить внимание тем, у кого ставки по кредитам превышают 14,4. Именно под такую ставку оформляется удачное обновление. А благодаря тому, что срок кредита составляет до 7 лет, снизится и ежемесячный платеж по основному долгу. Белорусская экономика продолжает восстанавливаться. Объем ВВП за 5 месяцев составил почти 101%. Зарплата выросла на 4. Этот показатель влияет на потребительскую активность населения. На высоком уровне экспорт 110%. Также отмечается благоприятная динамика в инвестиционной сфере. Как в далеком 44-м, вблизи деревни Щатково, прошла военно-историческая реконструкция «Бобрудьский котел», посвященная 79-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. На поле боя съехалось около 300 участников из Беларуси, России, Эстонии, Литвы, Латвии и даже Японии. Среди техники легендарные танки Т-34 и «Катюша». К истории прикоснулась и Елизавета Липеева. Полное погружение в прошлое. Многочисленные взрывы, громкие звуки стрельбы и загубленные жизни. Вражеские атаки вблизи деревни Щатково следуют одна за другой. Красноармейцы проявляют настоящий героизм. Мужественно сражаются за переправу, которая соединяет берега Березины. По коже бегут мурашки. В далеком 44-м все это было жуткой реальностью. Вместо эффектной пиротехники – смертоносные бомбы. Реконструкция – это новый метод. И не все его понимают, кто родом из старых времен. Потому что, я так думаю, что лет 30-40 назад реконструкция, наверное, была не очень нужна. Почему? У нас все живые герои были в семьях. Понимаете? Это были отцы, деды. И мы все видели перед собой их. Сегодня их нету. И их осталось очень мало. Этот новый метод, он работает сегодня. Нужно применять, возбуждать интерес к истории. Надо помочь людям сделать первый шажок. Надо заинтересовать их. И дальше они уже самостоятельно, я думаю, найдут связь со своей семьей, со своей историей. На поле боя съезжаются около 300 реконструкторов из Беларуси, России, Эстонии, Литвы, Латвии и даже Японии. В ход операции «Бобруйский котел» восстанавливают более 70 военно-исторических клубов. Здесь же несколько десятков единиц техники. Самолет Як-52, легковой автомобиль ГАЗ-67, грузовики «Опель Близ». В этом году удивляют сразу тремя танками Т-34 и ракетными залпами легендарной «Катюши». Это очень большой нахлыв эмоций. Это очень знаменательное событие, как и семейного масштаба. Мы сюда приехали с семьей, с женой, с сыном. Это увлечение, как машина времени. То есть оно дает возможность погрузиться в ту эпоху, в те времена геройские, когда люди сражались за идею равенства, братства. Скажу честно, великолепно. Я желаю Алексею Шульге, который именно в ответе за лагерь, за фестиваль, за реконструкцию. Лешка на себя очень-очень много возложил. И он с этим справился. Большое ему спасибо. Спасибо всем тем, кто помогал ему. Битва за Щадковский мост становится завершающим этапом победоносного Бобруйского наступления, которое предопределяет дальнейший стремительный успех операции «Багратион». Бойцы советской армии уничтожают 3700 вражеских солдат и офицеров. Свыше 4000 немцев берут в плен. В результате 8 человек получают звание Героев СССР. Звучат громкие аплодисменты и искреннее спасибо от зрителей. Все очень понравилось, все было настолько реалистично, что эмоции просто переполняли. Спасибо большое за такую прекрасную организацию. Было очень интересно и страшно. Взрывы были очень сильно большие и мне вообще понравилось. У нас тут в электриконструкции участвует наш папа. Поэтому мы уже не первый раз присутствуем на таких мероприятиях. Было очень круто. Ну, серьезно погружаешься, как будто в те времена. Военно-историческая реконструкция проводится уже третий год. В этот раз «Бобруйский котел» собирает более 10 тысяч людей. Кроме зрелищной постановки подготовлена концертная программа. Работают торговые ряды и интерактивные зоны. Каждый желающий может познакомиться с бытом солдат, залезть на военную технику и пострелять из пулемета. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, «Бобруйск-360». В стиле стрит-арт в «Бобруйске» полным ходом идет подготовка ко дню города. Инициативу, привнести вклад в благоустройство малой родины, проявили педагоги и учащиеся 19-й и школы изобразительных искусств имени Доморада. Кисточки и валики взяли в руки также первокурсники технологического колледжа. Предварительно разработан эскиз, который уже переносит на фасад забора Наурицкого. Художники используют акриловые краски. Мы очень любим наш город. Он прекрасен. И мы хотели бы подарить часть нашего сердца, нашей души, нашего творчества. Работу планируют закончить к 28 июня. На выходе получится эксклюзивная настенная живопись с гербом и годом основания города. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!